Когда человек направляет свою мысль систематично, к примеру, если это касается вашего здоровья, и вы начали видеть себя, вы начали в этом пребывать, вы начали достигать эмоций, но потом вы оставили это в силу суеты, проблем, давления, каких-то обстоятельств, и потом через время вы опять вернулись к этому. Что происходит с вами, друзья? Вы на самом деле сами подвергаете себя опасности попасть в неверие. Запиши это. Таким образом, вы сами подвергаете себя опасности попасть в неверие. Вера в человеке созидается посредством достижения побед. Нет. У Давида была вера, что он убьет Голиафа, потому что до этого у него были победы над львом и медведем. Вера достигается, когда ты исполняешь каждое слово, достигаешь позитивного результата и венчаешься победой. Тогда в тебе появляется новый уровень веры. Поэтому Библия говорит, что мы растем от веры в веру и от славы в славу. Теперь послушайте что-то, прежде чем мы пойдем дальше. Есть много негативных вещей в жизни каждого человека. У кого-то их очень много, у кого-то мало. Но мы должны знать, что нам с ними делать в первую очередь. Вот когда у вас существует какое-то негативное состояние, отрицательное состояние в вашей жизни, вы переживаете в какой-то сфере вашей жизни реальную проблему. И вы переживаете там и негативные эмоции, и негативные обстоятельства. И вы видите, что вы не можете ничего с этим сделать. Скажите, у вас бывает такое или нет? Во-первых, вы должны знать, что за каждой хронической ситуацией стоит дух, дьявол. Второе, что вы должны знать. Дьявол всегда питается вашими мыслями и эмоциями. И теперь вот следующее очень важно. Для того, чтобы это отрицательное состояние в вашей жизни прекратилось, вы должны сознательно прекратить о нем думать. И заменить эти мысли чем-то позитивным. Я повторяю эту фразу, это очень важно. Вы должны сознательно прекратить об этом думать. Думать, напиши, в привычном направлении. Думать в привычном направлении. Вы должны сознательно прекратить об этом думать. Думать, и это очень важная фраза, в привычном направлении. И постараться заменить эту мысль, это мышление, эти размышления на что-то, что будет являться позитивным и иметь другое направление. Для того, чтобы у вас получилось это, а это бывает очень сложно, вам нужно прекратить принять решение и осознанно прекратить говорить на эту тему. Для того, чтобы мы дали пищу демонам и духовный мир вторгся и контролировал какую-то сферу нашей жизни, дьявол подталкивает нас к тому, чтобы мы начали говорить. Чтобы мы начали говорить именно разговоры. Друзья, посмотрите все на меня сейчас. Это очень важно. Именно разговоры высвобождают власть дьявола. Точно так, когда мы начинаем говорить о Духе Святом, и вы видели неоднократно в своей жизни и могли видеть здесь, на этой сцене, как только ты начинаешь говорить о Духе Святом, если только ты этот разговор чуть-чуть затянул на две минуты, помазание приходит. Так или нет? Точно так, друзья, власть через наши разговоры с ближними высвобождается дьяволу. И приходит демоническое помазание, демоническая власть, демоническая атмосфера, запиши себе, демоническая энергия, которая в свою очередь утверждается. Ты должен это все как-то записать, хотя бы это слово утверждается. Если ты хочешь прекратить какое-то состояние в своей жизни, ты должен осознанно, то есть сознательно прекратить об этом думать. Ты скажешь, пастор, я извиняюсь, но это в моем доме, это, к примеру, мой муж, или моя жена, или мой сын, он наркоман, как я могу об этом не думать? Друзья, вот поэтому я вам объясняю, что работа с духовным миром это не душевные человеческие штучки. То есть, глядя даже на своего сына или на свою жену или на мужа, ты должен уметь понимать, что то, что ты видишь, не так реально, как то, что ты не видишь. Это духовный мир. Аминь? И значит, ты должен взять и сознательно игнорировать это. И теперь, слушай дальше, вопрос такой, от того, что ты об этом думаешь, лучше ситуация не становится. Вы меня услышали или нет? Вы слышали такую поговорку? Слезами горю не поможешь. Вот когда вы начинаете это понимать, что от того, что вы разговариваете и жуете и пережевываете то, что давно уже пережевано, на самом деле вы лучше не сделали. Но, заметьте, когда вы говорите о проблеме, вы получаете какую-то внутреннюю удовлетворенность. Что это такое? Друзья, правильно, кто-то сказал, потому что демоны, они как будто бы ставят печать на твоей душе, утверждая твои слова в твоей жизни. Поэтому сопротивляться этому бывает очень трудно, если ты не будешь об этом разговаривать со своими друзьями, со своей мамой, о своем муже, понимаешь, со своими подружками и так далее. Если ты не будешь это делать, дьявол не будет иметь той власти и доступа к обстоятельству твоей жизни. Но если ты говоришь, ты не можешь не думать об этом. Теперь послушайте дальше. Скажите, вам интересно то, что я говорю? Потому что я просто говорю важные вещи, но может быть вам нужно будет эту проповедь прослушать это учение еще сто раз, чтобы вы в конце концов оно дошло, торкнуло вас, достало вас, коснулось, чтобы был тач. Вот послушайте внимание, когда вы прекращаете сознательно думать об этой проблеме, зная, что ваши мысли не помогают ее решить, когда вы сознательно прекращаете об этом говорить и даже когда вы садитесь вот так и глаза в глаза мы понимаем, что мы глазами уже говорим. Бывает такое или нет? Мы уже говорим. Мы уже обсуждаем его, правильно? Ну, мы уже говорим. Но мы берем и нагло, и вероломно, запиши себе эти слова, нагло и вероломно, мы не произносим ни слова. дьявол хочет сказать, не, ну, в этот момент, друзья, когда мы это делаем, это является великой победой, потому что мы выпускаем жизнь из этой проблемы. вы знаете, что слово является мечом, так или нет? Вы точно так должны знать, что молчание бывает еще сильнее слова. Вы услышали меня? и вот здесь, когда происходит этот момент, вы выпускаете жизнь из этой проблемы, вы лишаете эту проблему питания, и поэтому через определенное время она умрет. Вопрос сразу или нет? Нет, не сразу. Если вы отрежете корни у дерева, оно сразу же мгновенно не умирает, оно сразу же мгновенно не падает, оно стоит еще зеленое. И когда оно стоит зеленое, все могут подумать, что все хорошо у этого дерева, так или нет? Но проходит время, и так как эта проблема не получает это дерево питания, это дерево завянет. и умрет. Так и ваша проблема. Поэтому лишайте проблемы жизни. Итак, мысль нужно направлять, как мы говорили, сознательно, второе, систематично, и третье напишите, созидательно. Созидательно. вы знаете, очень важно понимать, вы должны знать, что когда вы движетесь в четвертом измерении, Дух Святой может от вас что-то потребовать. когда я молился в 2004 году, я это рассказываю редко, вот этот нюанс, но тогда Бог мне проговорил, возьми 3000 долларов и пожертвуй конкретного человека. Вы знаете, в то время для меня это были невероятные деньги, взять их было негде, но удивительно было то, что я принял решение, что я это сделаю. И деньги эти я нашел, и я пожертвовал. Тот человек до сих пор не знает, зачем я это сделал, но мне Бог тогда сказал конкретно это сделать. Однажды я был на берегу моря, и у меня на берегу моря в Крыму есть место одно, уже лет наверное там сколько 14 15 я молюсь там. И знаете я прихожу зимой и летом ну в основном это осень зима весна потому что там людей тогда нет. И это такой пирс знаете такой пирс волнорезы знаете есть такие волнорезы я выхожу на этот волнорез и вот там я получал все свои душевные исцеления там я получал восстановление там я получал вдохновение там вот просто всю мне кажется жизнь Бог там создавал на этом волнорезе и вот я там молюсь представьте а там получается так поворачиваешься поворачиваешься и там строят здание знаете дом строят и дом строят прямо на берегу вот так вот представьте прям на пляже вот так дом строят и строят дом а годы ждут его начали строить там я не знаю лет наверное 15 назад как раз и начали. И я вот так вот помню, смотрю всегда и думаю, представляешь, какие-то невероятно богатые люди. Люди, у которых там вообще они будут там жить. И знаете, дом начал с каждым годом, он все больше, 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 больше поднимался. Знаете, многоэтажный такой он. А я все время повернусь на этом волнорезе и помню, когда вот это откровение о четвертом измерении меня озарило, я помню, я стоял, смотрел и думал, Боже, вот во все верю. Ну, чтобы, ну, вот так вот у меня там была квартира, но в такое, конечно, поверить нереально. Это даже глупо об этом думать. А потом, знаете, так повернусь и грешу, думаю. Думаю. Знаете, вот и думаю. И стану вот так вот, и мечтаю, и такие мысли у меня нет. Ну, вот это же люди, которые посвящены там бизнесу, там, еще чему-то, вот они молодцы. А вот какой служитель? Ну, как я как служитель смогу такое иметь? Это невозможно. И вот, знаете, так шли годы. И вот представьте, я приезжал туда часто, значит, я все время ездил туда зализывать раны, как говорят, да, там, духовно. Приезжал и восстанавливался. И так получалось, все время я смотрел. И я, получается, когда иду, я иду, волнорез, там море. И я иду, к примеру, молюсь. Я люблю ходить, когда молюсь. И смотрю. Потом остановлюсь, смотрю вдаль, могу два часа смотреть, не шевелиться. Потом поворачиваюсь, дом. Я опять встану, посмотрю. Пошел дальше. И я так визуализировал и мечтал. И потом говорю, Господи, ты знаешь, я так хочу вот так просто в этом доме вот так вот подойти в тепле, и вот так смотреть на море и молиться. И молиться. И чтобы, вот ты мне дал, как скромному слуге своему уголочек там. Но это было нереально, знаете как. И вот приходит время, представьте себе, дом этот достроили, все сделали там. Цены там огромные, естественно, там я даже не спрашивал. И приходит так, короче, не буду всю историю сказать, складываются обстоятельства, что реально получается так, что мне там могут помочь с этой квартирой. и там, знаешь, как деньги мне на день рождения подарили, там еще что-то, еще что-то. И вот мне не хватает, представь, 300 тысяч долларов. И слушайте, это четвертое измерение, друзья, это непросто. И это моя мечта, я мечтал там, сколько этот дом строился, столько я мечтал. И я помню, как я принимаю решение, я думаю, все, буду делать все возможное. Но говорю, Господи, помоги мне. И я молюсь. И принимаю решение продать свою машину. Машина дорогая, там она хорошая, там в тот момент там 150 тысяч за нее давали. Ну их все равно же не хватает этих денег. Вот. Ну думаю, продам. И вот я эту машину решаю продать. И уже принял решение. и представьте себе, как бывает. А продать-то ее нужно срочно. Поэтому, что я делаю? Молюсь. Правильно? Молюсь. И вот я молюсь, помню, в Днепропетровске хожу, молюсь, Господи, Бог мой, Бог мой, помоги, чтобы ее купили, помоги, чтобы ее купили, помоги, чтобы ее купили. А машина, получается, стоит в салоне, тут в Киеве уже продается. И помоги, чтобы ее купили, чтобы приехал покупатель. И представьте себе, Бог мне говорит, я отвечаю на твою проблему, возьми машину и подари своему другу. Ты же любишь его, любишь? Ну, подари ему. Чего ты должен такую хорошую машину кому-то отдать? Она же новая, там новая машина, 10 тысяч пробег. естественно, я всегда Бога слушаюсь, я сразу забегаю, сразу же говорю, все так и так, звоню туда. Говорю, слушай, менеджеру этому, машину я не продаю. Он говорит, ты что, люди приехали, уже забирают ее, вот стоит покупатель. Я говорю, нет, я не продаю машину, я забираю. И помню, попросил Жана, друга моего, он взял, быстро ее пригнал, и отдал машину, и вы знаете, и вот, я ничего не ожидал, вообще ничего, но на следующий день 300 тысяч пришло. А я тебе хочу сказать, это очень важный принцип, чтобы ты его знал. В четвертом измерении всегда будь послушен Духу Святому, чтобы Он мог сотворить чудеса. чтобы Он мог сделать чудо. И когда ты будешь делать то, что Он говорит, а это может быть что-то, что тебе не понравится, ты увидишь реальность всемогущества твоего Бога. Амин. Дай Ему славу. Поэтому, заканчивая, друзья, сегодняшнее, сегодняшнее учение, я хочу тебе дать подсказки и повторить тебе, мой друг, что в четвертом измерении ты должен достигать настоящего соприкосновения с духовным миром. Ты должен работать со святым Духом посредством своих образов, концентрации и сосредоточения. Ты должен сознательно уклоняться и прекращать всякую негативную мысль и плюс всякие негативные разговоры. Не делать ничего, что противоречит твоей мечте. И ты должен всегда знать, меня все слышат, друзья, ты должен всегда знать, что Дух Святой каждый раз перед тем, как совершить чудо, Он обязательно тебе что-то скажет сделать. И ты должен проявить послушание Ему. Запомните, друзья, все учения о визуализациях, позитивном мышлении, друзья, они ничего на самом деле людям не дают, потому что они не имеют духа. Это как взять, знаете, дохлую кошку, я извиняюсь, и расчесывать, и расчесывать. Скажите, она от этого станет мурчать? Нет. Точно так, когда люди ходят на эти семинары, отдают там тысячи долларов, вы им все можете так и сказать, это как гладить дохлую кошку. Понимаете, ты сколько угодно ее расчесывай, купай, мыль, понимаешь, целуй там. Она не замурчит, она не мяукнет тебе даже, ну разве что ты как-то треснешь что-то. Ничего не будет. Настоящее учение, которое вы слышите, это учение, где ты соприкасаешься с духом живого Бога. и всегда, когда он будет что-то творить, запомни, в преддверии чуда всегда будет момент смирения. Вы слышите? В преддверии чуда всегда будет момент послушания. Потому что это как печать, это как что-то, что делает Бог неизбежно. Сегодня, вот в этот день, сейчас, я хочу вам сказать, друзья, ты должен знать. Всячески утверждай себя в вере. Всячески утверждай уверенность внутри себя. Не делай ничего, что будет разрушать твою веру. Будь послушан учению, которое ты здесь слышишь, урокам, которые к тебе приходят. Будь послушан. Твое послушание это серьезное заявление Богу, что ты посягаешь на великую жизнь. Меня кто-то слышит здесь? Это очень серьезно. Поэтому, когда ты взял это, это как жемчуг, это драгоценность. И Иисус говорит, не бросайте, помните, не мечите бисер перед свиньями. И знаешь, почему Он так говорил? Он говорил о своем слове, о учении. И Он говорил о фарисеях, религиозных людях. И вот этот жемчуг, эта драгоценность, эти бриллианты, ты должен взять и дорожить. Царство Божье, подобно жемчужинам, жемчужине, которую найдя, Он продал все, чтобы купить ее одну. Ты должен заплатить любую цену, чтобы это учение, оно было в твоем сердце, а не в твоем конспекте. Многие люди, друзья, они серьезно, я помню тот саммит, ко мне подходили люди, прямо я помню, по 10 тысяч долларов, вот так вот просто говорит, пастор, помолись, чтобы это сработало, помолись. Сегодня даже ко мне подошли и говорят, мы вот хотим 100 тысяч долларов сегодня пожертвовать, чтобы эта истина, она вошла в нас, чтобы это все произошло, мы сеем в перемены после этого саммита. И знаешь, ты смотришь на людей, кто-то, он так серьезно к этому относится, что он так схватил, он говорит, я не отпущу, я знаю, что это должно быть в моей жизни, я достоин, я достоин, я достоин, и я не дам больше дьяволу терзать мою жизнь, терзать мою семью, терзать мое тело, я не позволю ему, и ты должен быть таким человеком. Друзья, давайте все встанем, я должен сочетать, вы знаете, я до какого-то, знаете, внутреннего стресса, вот просто в своем сердце хочу увидеть реальные перемены в вашей жизни, потому что Бог меня просто наделил этим, для того, чтобы люди вокруг пережили реальную славу Божью. Когда я был в Ватикане, там, в храме Петра, я зашел туда, и я помню, как я был шокирован, когда я увидел, что посередине Дух Святой, и я понял, что люди того времени, они, они знали откровение о Духе Святом, и поэтому весь мир они покорили Евангелию, они знали силу, ты должен знать силу, ты должен общаться с Духом Святым, ты должен подчинить Ему свое мышление, о, мой Бог, посмотри на меня, мой друг, ты должен подчинить Духу Святому свое мышление, думай о том, о чем хочет Он, смотри на свои ситуации, и через подчинение своего мышления ты демонстрируешь просто хвалу Господу, и Бог совершит великие чудеса, я хочу, чтобы у каждого из вас было это состояние, о котором я зачитаю, 3-я царств, 3-я глава, 3-й стих, и возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, знаете, вот оно состояние, я помню, как в этом году я желал, знаешь, одному человеку говорил, вот это пожелание, потому что оно самое важное, друзья, и возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, и посмотрите, и пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник, друзья, сегодня главный жертвенник, он здесь, в Киеве, он здесь, сейчас, сегодня он на этом месте, тысячу всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике, тысячу всесожжений вознес он на том жертвеннике, знаешь, когда Соломон возносил эти жертвы, он был еще человеком, который был полностью бессилен, после того, как царь Давид правил Соломону, на престоле делать было нечего, царь Давид это был любимец Бога, это был воин, царь Давид это был пророк, царь Давид это был великий царь, политик, а Соломон, он был очень слабым, он ничего не мог, но он видел себя, видел себя, на месте Давида и он опирался на то, что ему говорил его отец, он опирался на слово и он видел себя еще большим Давида и посмотрите, что было 5 стих, в Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью, посмотрите, жертвы предшествуют Божьему посещению, пусть в вашей жизни вот это учение через эту жертву будет утверждено, я просто сегодня верю за вас, чтобы это был год перемен, я запланировал уже в душе, у меня план, через год, когда мы встретимся, у нас будут свидетельства здесь, на сцене, и мы услышим что-то невероятное, я просто верю всем сердцем, что в интернете мы сделаем парад свидетельств через год, когда просто миллионы просмотров будут, и люди будут заходить и читать, и это будет казаться невозможным, но каждый из вас вы сможете рассказать свое свидетельство, и написано в Гавоне явился Господь Соломон во сне ночью и сказал Бог проси что дать тебе я не случайно читаю это все слушайте внимательно и сказал Соломон ты сделал рабу твоему Давиду отцу моему великую милость и за то что он ходил пред тобою в истине и правде и с искренним сердцем пред тобою ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына который сидел бы на престоле его как это и есть ныне и ныне Господи Боже мой ты поставил раба твоего царем вместо Давида отца моего и потом такие слова но но я отрок малый вот это слово но я отрок малый не знаю ни моего выхода ни входа и раб твой среди народа твоего который избрал ты народа столь многочисленного что по множеству его нельзя не исчислить его не обозреть даруй же рабу твоему сердце разумное я хочу чтобы мы сейчас молились вместе скажи даруй же рабу твоему сердце разумное давай еще расскажем даруй же рабу твоему сердце разумное и еще раз даруй же рабу твоему сердце разумное о мой Бог аллилуйя пусть это произойдет пусть это произойдет подними руки Пусть это произойдет, Господи, пусть это произойдет О мой Бог, мой Бог, мой Бог, мой Бог Молитесь, и я читаю дальше, 10 стих И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого И сказал ему Бог за то, что ты просил этого И не просил себе долгой жизни Молитесь и слушайте Не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих Но просил себе разума, чтобы уметь судить Вот, я сделаю по слову твоему Вот, я даю тебе сердце мудрое и разумное Так что подобного тебе не было прежде тебя И после тебя не восстанет подобный тебе И то, чего ты не просил Я даю тебе и богатство, и славу Так что не будет подобного тебе между царями Во все дни твои О мой Бог, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Брат и сестра, мудрость Проси у Бога сердце мудрое и разумное Проси у Бога, чтобы сегодня ты был этим внутренним победителем Человеком, у которого это слово Слово духовного мира Слово от Бога, имя от Бога Оно было написано прямо в сердце О мой Бог, виктория О мой Бог, лосонтолорабрабагадала санталарабрабагадала Шитолоков Владимир Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса О мой Бог, аллилуйя, 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 аллилуйя Сейчас мы сильно молимся, чтобы это слово, оно было в твоем сердце Мы сеем сегодня в перемены И прежде чем ты будешь жертвовать, прежде чем ты будешь писать свой обед Прежде чем ты что-то принимаешь, какое-то решение Моли сейчас сильно Молитва предшествует жертве Молитва предшествует жертве Кричи сейчас и умоляй Бога Чтобы перемены произошли в этом году Во имя Иисуса Боже, мы молим Тебя, Отец Мы взываем Тебе, как когда настоял Золомон Боже, Он приносил Тебе жертву за жертву Он нуждался в Тебе, Бог В Твоей мудрости Боже, мы сегодня стоим перед Тобой Мы нуждаемся в Тебе, Отец Дух Святой Мы нуждаемся в Тебе В Твоей мудрости В Твоей близости В Твоем водительстве О, великий Бог наш Кричи сейчас и в Тебе Ой, Сусусусусусусусусусусусус Боже, 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 Боже Мы просим Тебя Во имя Иисуса Во имя Иисуса Бог Дай это откровение, Господь Во имя Иисуса Боже, благослови во имя Иисуса! Боже, благослови во имя Иисуса! Боже, благослови во имя Иисуса! Боже Александр Бог, благослови во имя Иисуса! Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Будет свидетельством Твоей славы О, мы молим Себя Ты велик, Ты велик, Ты прекрасен и велик И другого нет, как Ты Молись Ему, продолжаем! И другого нет, как Ты Ты велик, и любовь Твоя всегда Ты велик, и любовь Твоя всегда Ты велик, и любовь Твоя всегда Всемогущий и святой Нет покоя Тебе Субтитры создавал DimaTorzok